Всем привет, всем здравствуйте! Оля из Тампери, Сфинляндия. Прошлый раз снимаю вот в этом бюджетном магазине Ho&M, или как его финны называют, Хенка и Маука. Многие написали, Оля, вот это жёлтое платье, вам так здорово! Вы бы его постирали, может быть оно подсело и было бы вам хорошо. Ну, я пришла в своём спальном районе посетить этот магазин и смотрю, что народный выбор просто отличается. И много вот такого. Два Excel юбчонка, ну, очень красивый вот этот принт, но она просто очень большая, я боюсь, что я в ней утону. И посмотрите, уже уценено вот так, то есть уценено раз, и сейчас уценено второй раз. То есть 70% сделали вот такую скидку. Ну и всё висит вот так, низ брюки, юбки, платья. Конечно, сейчас нужно прошуршить, если что-то вот такое на себя, на любимую найду, конечно, сниму примерки. Но жёлтым платьем здесь не пахнет. То есть, конечно, вот так я не знала, что будет оно в этом магазине или нет. И вот эта синяя расцветка, как мне нравится, мне очень хочется что-то примерить вот из этой синей расцветки. Но, к сожалению, эти шорты маленькие мне. Если действительно меня не кормить целый год, заклеить клестопластырем рот, может быть, на следующий год и влезут. Но это я прикалываюсь, все помнят. И магазин Хоэндэм всегда считался бюджетным. То есть, народ, если вы, например, студент Финляндии, вы учитесь, или даже вы взрослый студент, потому что в Финляндии много школ для взрослых. И помните, на кассе, если вы покажете описки Леонкортия, карточку студента, вам дадут скидку 25%. Этот магазин поощряет покупки студентов, малоимущих и так далее. То есть, 25% по студенческой карточке скидка. Вот это платье дешевое, 2XL, но наверняка голимый полиэстер, потому что прилипает к моим пальцам. Ну, почему не примерить? Я, конечно, наберу сейчас несколько вещей и пойдем в примерку. Посмотрим, что вот шикарного я найду. 6,99, вот здесь все верха. И я увидела льняную кофту размера XL. Вот я ее тоже с собой возьму. Не знаю, помещусь я в ней или нет. Вот все нужно примерять. В прошлый раз платье LXL просто я утонула, а теперь XL может быть и маленький. Вот сколько села висит. И вот эти шорты 2XL, 12 евро. Тоже я смотрю на них и думаю, нет, ну в этих шортах я точно утону. Уж больно большие. Мне кажется, выгребли все. И, конечно, интернет-магазин. То есть, вот возврат с интернет-магазина, где ручкой написано. Ну и я пришла в примерочную. Еще 8,99 стоит это платье. Да, я была права. 100% полиэстер. Но вроде к пошиву претензий нет. Конечно, да, вот здесь немножко так криво-косо. Ну, это, в принципе, на спине. У меня длинные волосы, никакая не проблема. И здесь эти лямки еще можно поднять, опустить. То есть, это тоже всегда здорово, если нестандартная фигура. Или, например, одно плечо выше, а другое ниже. Ну и все вещи нужно выворачивать. Хоть бы как бы красиво не было. Правая сторона, когда выворачиваешь на левую сторону, видишь, что много раз шили практиканты, студенты. Набивали руку вот на этой бюджетной линии. А потом, когда они набивают руку, их сажают шить более приличное. Ну, 100% полиэстер. 40 стирать вроде и гладить особо не надо. Повесь на вешалку. И вот будьте любезны. Да, конечно, платье очень красивого цвета. Я обожаю такой цвет. Но, народ, платье великовато. Конечно, у меня нету достаточно форм в этом платье. То есть, XL бы размером не хватило. То есть, вот как заказать по интернету? Ну и посмотрите, вот это место очень хорошее. Но, опять же, оно очень тоненькое. И прям прилипает к телу. То есть, если, не дай бог, ты еще вспотел. Да, вот это будет засасывать туда вовнутрь. Мария Ивановна скажет вам, привет, я здесь. Нет, конечно, этот материал точно не мое. Ну и как можно на два XL здесь? Такие тоненькие лямочки. То есть, где-то платье нужно носить вот так. Да, и видите, даже просвечивается резинка труселей. Вот это я тоже взяла. Два XL-1999. И сразу я увидела брак. Вот здесь, видите, как пошито. Ну, в принципе, левая сторона, да. И одна лямка просто уже надорвана. Я тоже удивилась. Думаю, надо же, как они не повесили. Повесили, вернее, вот сюда. Так, 20% переработанного катона. Вот спрашивали много раз. На этикетке написано 100% катон. А на этикетке магазинной 20% переработанного катона. Вы должны понимать, что это переработанный материал уже был в производстве. То есть, качество, конечно, совсем другое. Ну и перевернув вовнутрь. Вот здесь тоже, видите, как говорится, раз, два, три, четыре шва я насчитала. То есть, пришили уже на 100%. Ну и вот так я надеваю. Ой, как мне нравится этот синий цвет новый. Вы посмотрите, какой размер. Я в этом плане утону. Вот так, не дай бог, как говорится, наклонишься и будет видно все. По-самой не хочу и не балуйся. Да, конечно, материальчику не пожалели. Вот я всегда примеряю XL, два XL. Ну, народ, в два XL я тут просто сложусь пополам. А платье, кстати, неплохое. Вот посмотрите, и длина какая хорошая. Вот так на завтрак, куда-то на купальник, на, как говорится, отдых. Самое то. И в таком даже можно и в Lidl пойти за молоком, за хлебом. Очень оно прилично, приличненько смотрится. Мне был задан вопрос, Оля, не стесняйтесь вы своих толстых рук. Нет, народ, не стесняюсь. Я всегда ходила без рукава. И у меня есть подруги, которые никогда не ходят без рукава, хотя они меньше меня размера. У меня никогда не было проблемы, вот как говорится, с моими руками. Так, 52 льна и остальное вискоза, 22 евро стоит. Два XL, это у нас вот такое. И, народ, вы не поверите, это платье для мамы. Ну, почему нет? Я вот взяла его со скидочного стендика. Это, наверное, для тех, кто ждет или кормит. Ну, я, в принципе, и жду, и кормлю. Все в одном экземпляре. Вот здесь этот рукав. Наверное, вот отсюда можно наклониться. И будьте любезны, как говорится, да, в тарелку. Нет, конечно, платье очень большое. То есть, вот, казалось бы, два XL. И опять вот как можно заказать по интернету. Но как мне нравится эта расцветка. Вот напоминает либо кжель, либо даже, может быть, виллера-бош. Конечно, очень красивая. И в животе здесь вот такое тоже. То есть, будьте любезны, если на какой-то праздник вы поехали и решили выпить и закусить на все сто. Сюда поместятся еще действительно на опухший живот. Да, платье большое. А так, конечно, очень оно миленько смотрится. И такой секси. Посмотрите, здесь прямо вот такое деколте. И разрез, если ногой нужно сделать ха на празднике. Тоже вот как любимые. Да, конечно, примерки это всегда увеселительный контент. Посмотрели 15 минут, посмеялись и пошли дальше. Так, вот это тоже я взяла вот на таких тоненьких лямочках. Здесь, конечно, качество хромает. Вот даже не вооруженным глазом видно, что нитки висят. И все оно вот такое. То есть, дернись за веревочку. А здесь, посмотрите, вообще второй сорт. Вот, как говорится, да. Что с ним будет после первой стирки? А здесь лямка почти оторвена. У них у всех почти оторваны лямки. То есть, очень плохо пошиты, пришиты вот эти лямки. Не дай бог наклониться и просто оторвется. Так, 20% переработанного катона. 19 евро стоит на спине. Вот такая еще. Есть шнурок. Красивые эти платья. Да, на загар, на лето. Если 30 градусов, вы идете куда-то на завтрак. Ну, вот эти платья просто красота. И даже если оно, как говорится, намокнет, они сохнут быстро. Ну, единственное, вот мне не понравилось, что оно очень длинное. Вы посмотрите, какая длина. Я всегда боюсь таких платьев только из-за того, что если идешь по лестнице, и вот этот подол у тебя по лестнице как бы сделается вот так, и за тобой идущий наступит тебе на край подола, ты будешь лететь, просто не собрать костей. Вот посмотрите, да, длинное. То есть, конечно, это платье точно не мое. Я боюсь такой длины. Или нужно просто ходить и поднимать его, как принцесса Несмеяна. Ну, вот, конечно, оно длинновато. У меня не хватает для этого платья роста. Я 1,68 м. Здесь, конечно, человек должен быть выше. Ну, и я взяла вот эту рубашку. Она лен. И не знаю, почему она маловато мне. То есть, вот как можно взять два XL платья велико, а рубашка XL маленькая. Ну, и, конечно, лен. Это переработанное все, мы прекрасно понимаем. За такие деньги 19 евро. То, что я купила в белого Техда с рубашкой, конечно, не сравнить. Это тонюсенькая-тонюсенькая. То есть, ее, конечно, нужно носить с чем-то, иначе она будет просвечивать. Мне безумно нравится белая. Белый лен на загар. Еще бы волосы намыть и накрутить какие-то, сделать вот такие пряди. Будет вообще красота. Но у меня просто обыкновенный хвост на голове. Маникюра нет, и особо косметики тоже и блеска на губах. Ну, вот шла мимо, думаю, дай зайду, посмотрю, есть ли такое желтое платье. Да, кофточка маловато. И в животе вот пузень мой тоже, она, видите, как вот так. То есть, не-не-не. Я в этом платье как непонятно что. И, конечно, кофту сюда нужно короткую, вот такую, чтобы был эффект длинных ног, короткий вверх. Если длинная кофта, да, с таким платьем, я как это поподопала, помните? Это, говорит, твой фасон. Нет, я такой не ношу. Вот тут точно такое же. Нет, конечно, должен быть коротенький какой-то вот такая ленушка, чтобы был эффект длинных ног. Ну, хотя бы эффект. Я, конечно, смеюсь, длинных ног у меня нету. 29,99 стоит вот это платье. Я взяла размер XL и поняла уже, когда его принесла в примерочную, что зачем я взяла такое большое, 100% катон, 40 стирать. Оно, конечно, просто громадное. Вот иногда блогеры говорят, что они такие стройные, такие худые и меряют L-ку, а я вот такая вся толстая и меряю XL. Ну, да, конечно, посмеяться только вот над бедными людьми, людьми, которые не могут, как говорится, жить со своей фигурой. И здесь второй сорт. Вот нитки прям торчат. И посмотрите, какой верх. Мам дорогая, сюда поместится еще в пол тети Оли. И, конечно, вот это место тоже. Я затянула два шнурка, чтобы было хоть какое-то представление, вот как это платье сядет. Да, конечно, XL размер не мой, очень это платье большое. Ну, вот честно говорю, вот так смотри, у меня на ногах льняные ботиночки от Оть. И вот такая черная платье, если было бы моего размера. Кстати, смотрится оно неплохо. И вот если материалу даже было бы меньше, мне кажется, и лучше было бы. Ну, и вот этот запах можно даже какой-то ниточкой прихватить. Мне не нравится, что все время нужно будет смотреть. Не дай бог распахнется, и будет виден бюстгальтер. И здесь вот такие шнурки, два шнурка. Да, этот штудок, конечно, нужно завязать и отрезать. А вы посмотрите, какое это платье большое, XL. Вот как ты по интернету можешь заказать, если действительно XL ты утонул, а два XL может быть малого. То есть, конечно, нет, все нужно примерять и еще включать холодные мозги, если вы что-то покупаете. Ну, и помните студентам в этом магазине 25% скидки. Не забывайте предъявлять ваш студенческий билет. Вот это платье я купила в Пелла Ватегдас. Ну, шикарное. Вот действительно, как говорится, лен должен быть вот такой мятый, никакая не проблема. Хорошая длина прикрывает мои колени, не просвечивает. Вот с этими льняными тапками, с черной сумочкой. Я просто, как говорится, чувствую себя в своей тарелке. И здесь еще наверху такая резинка. То есть, всегда вот так приятно к телу. Не то, что прямо впритык. Не вздохнуть, не выдохнуть. И вот эти шляпы я показываю в своих обзорах. И говорю, народ, самая хорошая шляпа. У меня такая бежевая, ну, натуральная нитка и черная. Они бывают иногда, ну, так дешево. Чуть ли не по 2-3 евро продают. Я очень советую. Ну, видите, сколько скидок. Конечно, сейчас нужно быстро все продать, чтобы уже посередине августа вывешивать зиму, вернее, осень. Ну, и леопёрт, конечно, я всегда прикалываюсь над леопёртом. Вот если такой костюм купить, точно под машину не попадешь. Все машины остановятся. И водители скажут. То есть, это говорят в Тампере. Сейчас, кто живёт в Финляндии, в Хельсинки или Веспо, наверняка улыбнутся, потому что финны в Тампере говорят И вот эти цены, конечно, 3,99, 2,99. Вы прекрасно понимаете, когда я показываю вот такие цены. Да, конечно, бюджетнее уже не может быть. Ну, и всё равно лето ещё продолжается. Хоть много раз финны говорят, лето кончается после дня Ивана. Нет, лето ещё есть, тепло есть, загар есть. Ну, и, конечно, мы всё равно наряжаемся и хотим выглядеть вот так. Хоть в каком размере, как говорится, ты присутствуешь. Ну, и я всегда снимаю примерки, чтобы повеселить вас. Пожалуйста, напишите комментарий. Пожалуйста, поставьте палец вверх, если видео понравилось. Ну, и палец вниз, если видео не понравилось. Спасибо, что смотрели. С вами была Оля из Тампере, из Финляндии. Всем физкульт-привет. Не хворайте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok